МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. В селе Дубов Кабайского района еще в прошлом году взялись за реконструкцию канализационных сетей. С ходом работы ознакомился Аким Карагандинской области Ирмаганбет Буликпаев. Журналист телеканала Первый Карагандинский Жанабек Нар признан лучшим в Карагандинской области. Он удостоен премии главы региона Алтын Сункар. Вот уже две недели в Казахстане действуют поправки в закон, ужесточающие ответственность за насилие. Сегодня полицейские активно занимаются разъяснением нового закона. В селе Дубов Кабайского района еще в прошлом году взялись за реконструкцию канализационных сетей. Сейчас проложено 17 километров труб из 30 запланированных. Подрядчик работает по графику. Завершить работы планируется в следующем году. С ходом работы ознакомился Аким Карагандинской области Ирмаганбет Буликпаев. Центральная канализация в селе Дубовка построена более 50 лет назад. Сети были сильно изношены. Жители не раз поднимали эту проблему на встречах с Акимом области. В результате вопрос решается. Выделены средства, началась реконструкция. Канализационные сети меняют и в селе Агрогородок, и в самом Абая. Это большой проект. Уже второй год мы его реализуем. Я думаю, к концу года мы его завершим. Сейчас финансируем мы еще. Остатки финансированные решим. И, в принципе, этот вопрос решится. Ну и ряд сел есть, которые необходимы с водоснабжением. На следующий год, я думаю, что эти средства мы предусмотрим. Таким образом, Абайском районе уже с обеспеченностью центральной питьевой водой будет больше 99%. Это то, что мы занимаемся, и есть поручение президента. К 2025 году все населенные пункты, выше 200 человек, обеспечит качественную питьевую воду. Ну и понятно, Абай и город посмотрели. Благоустройство достаточно в хорошем уровне, занимается. Вот сейчас мы по дороге ехали. Одну улицу полностью дороги, фасады он делает. Эту работу он будет дальше продолжать. Мы будем поддерживать. Идет подготовка к отопительному сезону. Глава региона побывал на насосной станции «Абайская». Здесь меняют и ремонтируют насосы. Станция снабжает теплом 252 многоэтажных жилых дома и 17 объектов социально-культурного значения. В Абайе, поселках Топар и Южный ремонтируют 9 участков магистральных тепловых сетей. Заменят почти 6 километров труб. По нашему району делается 9 участков. Это магистральные сети ремонт в поселке Топар, в поселке Южной котельную делаем. И в Абайе 4 участка. В общей сложности 11 километров. На миллиард 700 проводим ремонтную кампанию. Доложили о Кимобласти и о детском досуге. Летом этого года все спорт-объекты для детей стали бесплатными. В их числе и летний бассейн. Он работает на территории стадиона. Посещать его можно до 12 лет. Есть инструкторы, которые учат плаванию и следят за порядком на воде. Глава региона также осмотрел производство района. На АПК Волынский представили новый проект. Аналогов ему нет в Казахстане. Здесь модернизируют элеватор и строят комбикормовый завод. Новая установка с восьмиэтажный дом. Оборудование турецкое. Но предприятию требуется дополнительная инфраструктура. В планах выпускать в сутки до 240 тонн комбикорма. Когда предприятие выйдет на полную мощность, работой обеспечат более 200 человек. Также Ермаганбету Буликпаеву показали технику для тушения степных пожаров. В этом году сельские округа обеспечили мобильными комплексами пожаротушения Ермак. Только для Абайского района куплено 9 таких установок. Также приобретены пожарные колонки и рукава, ранцевые огнетушители и спецодежда, хлопушки и воздуходувки. В Карагандинской области по примеру Сарани намерены развивать другие города-спутники. Опыт показал, что диверсификация промышленности положительно сказывается на социальном благополучии жителей. Создание индустриальной зоны планируется в Абай. О настоящем и будущем Абайского района речь шла на встрече Акима области Ермаганбета Буликпаева с жителями. В Доме культуры Абая собрались не только горожане, но и активисты из сельских населенных пунктов. В формате открытого диалога они смогли обратиться с имеющими проблемами, задать волнующие вопросы. Решения коммунальных вопросов, благоустройства не остаются без внимания. Разработан план развития промышленного потенциала района. Новые производства позволят создать порядка трех тысяч рабочих мест. Закончил развитие промышленного потенциала района. Разработан план развития города Абай, предусматривающий создание индустриальной зоны с подведением необходимой инженерной инфраструктуры. Главным эффектом модернизации плана станет увеличение в регион новых инвесторов и создание порядка пяти-шести новых производств, создание более трех тысяч новых рабочих мест. В сельском хозяйстве завершены весенние полевые работы. Посет сельскохозяйственных культур составил 67 тысяч гектаров с привлечением в 917 единиц сельскосттехники. В осемной компании приняли участие 123 сельскосттоваропроизводителя. Жители на встрече поднимали вопросы теплоснабжения, дальнейшего благоустройства. Называли конкретные адреса, где нужно обновить детские площадки, сделать освещение. Говорили и о проблемах с доступностью медицинской помощи. Из-за нехватки узких специалистов из Абая приходится ездить в клиники областного центра. Для привлечения медиков Акимобласти поручил районным властям решить вопрос строительства служебного жилья. Кроме того, из местного бюджета выделены средства на покупку нового медицинского оборудования. В этом году в Абайском районе запланировано строительство шести медицинских объектов. В селе Сарепта сделают капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. По каждому из озвученных вопросов будет разработан план мероприятия, сказал Ирмагамбет Буликпаев, поблагодарив жителей за активную гражданскую позицию и неравнодушие. После встречи глава региона провел прием жителей по личным вопросам. Спикер Сената Маулина Шимбаев раскритиковал Министерство внутренних дел и Акиматы. По его словам, они слабо контролируют исполнение законов на местах. Речь идет о запрете кальянов и вейпов. Сегодня во многих кафе и ресторанах Казахстана посетители свободно могут курить кальян. То же самое касается вейпов, заявил спикер Сената Маулина Шимбаев. В этой связи сенатор спросил, насколько правительство контролирует исполнение норм законов. Этот вопрос он поднял в ходе обсуждения закона по вопросам игрного бизнеса. Документам предлагается запретить продажу энергетических напитков лица моложе 21 года. Зачем тогда эти законы нам принимать? Зачем мы сейчас будем ограничивать энергетические напитки для молодежи, если эти законы потом не исполняются? Это же относится к другим законам тоже. Соответственно, мы должны поручения, которые дает глава государства, выполнять неформально, а выполнять исчерпывающе. Если речь идет о здоровье нашей нации, о поддержании здорового образа жизни, давайте будем принимать законы и обеспечивать их дальнейшую полную реализацию. После пленарного заседания Сената состоялся брифинг, в ходе которого спикер Маулина Шимбаев подвел итог второй сессии. Было принято 102 закона, 33 из которых инициированы самими депутатами, но наиболее важны три из них. Это закон о нацфонде, согласно которому все казахстанские дети получают часть инвестиционного дохода. Это действительно очень важный закон, инициированный нашим президентом. Депутаты подготовили соответствующие нормативные нормы. И в соответствии с этим законом все наши дети будут получать часть дохода национального фонда. Это и есть реализация принципа справедливости в нашей стране. Остальные два важных закона, по мнению сенатора Шимбаева, это закон о противодействии бытовому насилию, а также закон о государственных закупках. Спикер Сената отметил, что сегодня 80% всех коррупционных правонарушений в Казахстане связаны с процессом госзакупок. К другим новостям. В День работников СМИ в Карагандинской области наградили мастеров слова. Журналистам вручили государственные награды и премию Акима области Алтен Сункар. Глава региона Ермаганбет Буликпаев выразил признательность работникам СМИ за труд и преданность профессии. На церемонии награждений в областном Акимате собрались журналисты со всех городов и районов Карагандинской области. С Днем работников СМИ участников поздравил Ермаганбет Буликпаев. И ваша критика очень сильно нам помогает, когда вы показываете те недоработки, которые происходят или двигаются в нашем регионе, в нашей области. И мы принимаем его, самое главное, эту критику. Конечно, может быть, есть и некоторые коллеги, которые недовольны этим, но, тем не менее, она показывает, открывает нам те или иные проблемы, которые мы должны решить. Конечно, все не все и сразу получается, но, уверяю вас, при каждом этом у нас постоянный диалог. И я откровенно скажу, мы постоянно изучаем эти вещи и стараемся те или иные недостатки исправить с помощью того, что вы нам подсказали. Это вы выражаете мнение населения. Обладателями премии Акима области в различных номинациях стали 11 представителей СМИ. В том числе наш коллега, журналист телекомпании «Первый Карагандинский» Жанабек Нар. Он стал победителем в номинации «Лучшее освещение социальной тематики». Нар Жанабек Муртайула Барапапа. Конкурс существует уже 18 лет. Всего премии Алтын Сукар удостойны 10 журналистов по 11 номинациям. Специальной премией Акима области за вклад в развитие карагандинской журналистики была удостойна районная газета «Бухарджирау Жаршесе», которая отмечает в этом году 85-летие. Победители конкурса стали обладателями статуэток Алтын Сукар, дипломов и денежных сертификатов. В этом году газете 85 лет. И отрадно, что в такой юбилей большой нам сегодня вручили премию Алтын Сукар за вклад в развитие региональной журналистики. Это отрадно, это победа всего коллектива творческого. Я желаю, чтобы каждое печатное издание дожили до наших лет, 85 лет. Очень большая дата и большая история. И спасибо за оценку нашего общего труда и наш вклад в журналистику. От имени президента страны Ермоганвет Бурекпай вручил участников встречи государственные награды. Орденом Курмет награждены ветеран журналистики Екатерина Кузнецова и доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики университета имени Букетова Вера Абишева. Единство, созидание, прогресс. В Доме дружбы состоялась сессия Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. В ней приняли участие депутаты маслехатов, руководители и члены областных этнокультурных объединений, волонтеры молодежных организаций. На 27-й сессии областной ассамблеи народа Казахстана обсудили деятельность общественных институтов АНК, реализацию поручений главы государства. Обменялись опытом, идеями и предложениями. Заседание прошло под председательством Акима Карагандинской области Ермоганвета Бурекпаева. Глава региона отметил важную роль членов ассамблеи в укреплении единства и сохранении стабильности в стране. Глава государства на 33-й сессии ассамблеи народа Казахстана дал ряд конкретных поручений по всему спектру межэтнических отношений. Для реализации поручений главы государства в области организована системная работа. В рамках нынешней сессии в городах и районах области впервые прошли предварительные дискуссии с участием членов нашей ассамблеи. На них рассмотрены вопросы модернизации ассамблеи, задачи которой были поставлены главой государства на новом историческом этапе. В предсессионных дискуссиях приняли участие более 500 человек. Материалы обсуждения всесторонне освещались в средствах массовой информации региона на страницах социальных сетей. Участники встреч выразили пожелание о продолжении активной деятельности этнокультурных объединений региональной АНК в направлении консолидации общества вокруг ценностей Жанга-Хазахстана. Роль волонтеров областной ассамблеи в укреплении единства страны на сессии отметил председатель Республиканского общественного объединения Ассамблеи Жастары Тимур Жумырбаев. А заместитель заведующего секретариатом АНК администрации президента Галымжан Махан отметил роль Карагандинской области в помощи пострадавшим от паводков. Солидно помог нашему обществу Прокоп Георгий Георгиевич, директор ТО «Шахтерская» Нуринского района. Особую благодарность также хотел бы выразить Осину Шамилю Абзальдиновичу, председателю областного, члену АНК, также председателю областного армянского культурного центра Риблини Новосордиану Артуру Ильичовичу за их поддержку пострадавших от паводков граждан. При этом Шамиль Абзальдинович сам возглавил штаб по оказанию гуманитарной помощи, а сейчас он возглавляет центр Жумаржан. Буквально только что мы посетили кабинет Жумаржан. Я вам желаю успеха на дальнейшем облике. Также на пленарном заседании обсудили планы по подготовке к 30-летию ассамблеи. В честь знаменательной даты Эрмаганбет Булегпаев поручил модернизировать музей Дома дружбы, которые ежегодно посещают гости не только всей страны, но и с зарубежа. В завершении сессии наградили активных жителей Карагандинской области, которые внесли весомый вклад в укрепление единства и сохранение стабильности в регионе. А также победители регионального конкурса АНК среди этножурналистов Сараркадус Тык Аймаге. Среди победителей наш коллега, ведущая информационной программы Гульнур Жакен. В Карагандинской области стартовал проект по трудоустройству ЖМОС-ТАП. Обучиться новой профессии в течение короткого времени и бесплатно может любой желающий. Об условиях участия рассказали на брифинге в региональной службе коммуникации. Проект ЖМОС-ТАП направлен на трудоустройство и обучение официально зарегистрированных и незарегистрированных безработных, самозанятых студентов, людей предпенсионного возраста, работающих жителей, желающих дополнительно получить профессию или сменить место работы. Возраст тоже не важен. Для реализации данного проекта используются следующие инструменты. Это консультационные пункты. Они у нас располагаются в местах массового скопления людей, в крупных торговых центрах и рынках. В городе Караганда три пункта у нас. Это в торговом центре Таир, в торговом центре Умай в районе Букихан, в магазине Ёжик в Пришахтинске. И в городе Тимиртау один пункт у нас на рынке по адресу 6 микрорайон. Второй инструмент – это у нас бесплатные ускоренные курсы по заявкам наших городообразующих предприятий и предприятий малого-среднего бизнеса. Обучение проводится будет учебными центрами на базе колледжей и комьюнити-центрах. Сегодня от карагандинцев принимаются заявки на прохождение курсов. Обучение начнется 1 августа на базе пяти колледжей. Запланированные курсы по 48 профессиям. Длительность курса от 5 до 30 дней. Такими как швея, парикмахер, шиномонтажник, электрогазосварщик, ремонт обуви, СММ, разработчик сайтов, видеомонтаж, графический дизайн, мобилография и другие. Программа краткосрочного обучения разработана совместно с бизнесом по стандартам и требованиям рынка труда. Обязательное наличие как теоретических, так и практических занятий. При этом количество времени, практических занятий должно быть больше времени теоретических. Предусмотрено приобретение навыков в кратчайшие сроки от 5 до 30 дней. Обучение будет проводиться на бесплатной основе. А для трудоустройства молодежи в рамках проекта откроют комьюнити-центр по адресу улица Татмбета, 709. Направленность зон будет направлена на креативную индустрию, где можно будет получить определенные навыки. Курсы будут рассчитаны на получение таких навыков, как дизайна, записи подкастов, тиктоков, звукозаписывающие студии, профориентации. На сегодняшний день ведется набор молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Мы будем рассматривать заявки и каждый молодой человек, желающий получить дополнительные навыки, может прийти и обратиться к нам. В этом году в Карагандинской области планируют трудоустроить 51 тысячу жителей. За пять месяцев мерами занятости охвачено 14 тысяч человек. В том числе трудоустроено 12 тысяч. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова